Всем привет! В эфире «Универньюз» и я, его ведущая, Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Казанский университет посетил президент Казахстана. Мусульмане празднуют Ураза Байрам. Легкоатлеты КФУ вернулись из Беларуси с медалями спартакиады. 15 июня состоялось торжественное расширенное заседание Ученого Совета Казанского Федерального Университета, посвященное присвоению звания почетного доктора КФУ, доктора экономических наук, президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Подробности далее. 15 июля состоялось расширенное заседание Ученого Совета Казанского Федерального Университета. Участие в мероприятии принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения Нурсултану Назарбаеву звания почетный доктор Казанского Университета. Вручало звание лично ректор КФУ Ильшат Гафуров. Учитывая влияние президента Казахстана на выстраивание дружеских, партнерских отношений между научными и образовательными организациями Казахстана и нашего университета, ученый совет Казанского Федерального Университета в октябре 2017 года принял единогласное решение присвоивать Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, доктору экономических наук, президенту Республики Казахстан, звание почетный доктор Казанского Федерального Университета. Стоит отметить, что Казанский Федеральный Университет уже на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с университетом Назарбаева. У Казанского Университета действует соглашение с ведущими научно-образовательными центрами Казахстана, направленные на создание совместных образовательных программ по археологии и сохранению всемирного культурного наследия, где особое место занимают научные исследования в рамках проекта «Шелковый путь». У нас также выстраиваются перспективные научно-образовательные программы с ведущим университетом Казахстана, университетом Назарбаева. Казахские и татарские народы имеют очень тесную культурно-историческую связь. К Казанскому университету с давних пор обучалась казахская интеллигенция, и сегодня здесь учатся около 500 казахстанцев. Всего в Казани учатся свыше 1200 жителей Казахстана. Очень приятно осознавать, что в таком вузе учатся молодежь из Казахстана. Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете, как здесь было уже сказано, активно обучалась казахская интеллигенция. Наши взаимодействия имеют богатую историю, которая продолжается со времен Великого Тюркского Каганата, а последующего в Золотой Орде. Казахстанский лидер прибыл в Казань с рабочим визом 14 июня. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 15 июня день праздника Ураза-Байрам. Как он проходит и какое участие в нем принял Казанский федеральный университет, вы узнаете в нашем сюжете. 15 июня мусульмане отпраздновали Ураза-Байрам, исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этот день мусульмане собрались на общую молитву в мечетях, а после отправились на праздничную трапезу, на которую приглашаются соседи и друзья, в том числе и представители других конфессий и атеисты. В Казанском федеральном университете широко представлены программы по изучению ислама. Казанский федеральный университет был с большими традициями в области изучения востоковедения, востоковедных наук и исламоведения. И эта традиция не прерывается. Собственно, в последние несколько лет дополнительно получили импус, появляются самые различные формы. Ислам как явление, как феномен, как исламскую цивилизацию изучает не только Институт международных отношений, историю востоковедения, но и соответствующие кафедры религиоведения в Институте социально-философских наук. В частности, в университете работает Международный координационный центр «Исламика». Он является аналитическим центром для исследования процессов, происходящих в современном мусульманском сообществе. Центр работает под руководством Академика Российской Академии Наук Вячеслава Наумкина. Результаты работы применяются в политологии, социологии и других научных направлениях. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. У школьников начались каникулы, и чтобы с пользой провести это время, многие отправляются в лагеря. На базе Казанского федерального университета тоже стартовала смена летнего лагера по программированию. Анна Кузунова пообщалась с ребятами и увидела, как проходит обучение. Если раньше дети мечтали стать космонавтами, то сейчас они хотят быть программистами. Для всех желающих освоить цифры, коды и программы Высшая школа информационных технологий, информационных систем Казанского университета организовала детский лагерь «Джава Штурм». Ребята осваивают язык «Джава», а затем сразу отрабатывают на практике изученный материал. Школьники отметили, что настроены очень решительно, и после лагеря хотят продолжать развивать свои навыки. Я достаточно давно увлекаюсь программированием. Я хотел узнать новый язык программирования «Джава» и пришел сюда, чтобы научиться этому. Мне очень тут нравится. Тут веселые ребята, хороший коллектив и достаточно познавательные уроки. Вообще у меня есть идея для стартапа. Это будет приложение, и чтобы выпустить это приложение, нужно программировать на «Джава». И вот я сейчас здесь, собственно. Все занятия со школьниками проводит выпускник Высшей школы ИТИ Салават Забиров. Для ребят также подготовлена развивающая и развлекательная программа посещение экскурсий, 3D-моделирование, настольные игры. То, что мы делаем, это, конечно же, не просто игры. Это очень серьезная психологическая программа по развитию нейронных связей головного мозга. То есть каждая игра имеет определенную цель, она развивает определенные функции. Лагерь объединил школьников разных возрастов от 12 до 17 лет. Всем участникам необходимо хорошо освоить все темы, ведь уже во время лагеря они приступят к программированию своего веб-приложения. Смена продлится до 22 июня. Анна Глазунова, Ленардо Велитяров, Универньюз. Легкоатлеты КФУ завоевали три медали спартакиады студенческой молодежи в Беларуси. В числе сильнейших спортсменов оказалась и ведущая нашего телеканала. Чем запомнилась прошедшая спартакиада, вы узнаете прямо сейчас. Легкоатлетическая сборная Казанского федерального университета стала пятой в общекомандном зачете на спартакиаде студенческой молодежи, завершившейся в Беларуси. А накануне члены сборной КФУ вернулись в Казань. В Беларусь в качестве заместителя руководителя делегации Российской Федерации поехал и председатель студенческого спортивного клуба КФУ Казанский юлбарсы Ренат Менгалеев. По его словам, легкоатлетическая команда КФУ заняла пятое место среди восьми сборных по легкой атлетике. Причем первые три места завоевали представители Беларуси. Четвертая – объединенная команда вузов Москвы. От России приехало восемь команд по волейболу и мини-футболу и четыре команды по легкоатлетике. Такие же команды были со стороны белорусской делегации. Легкоатлетическая сборная Казанского федерального университета довольно показанными результатами. Многие члены делегации КФУ побили свои личные рекорды. Некоторые выполнили высокий разряд. Например, ведущая нашего телеканала Регина Якупова пробежала по разряду кандидатов в мастер спорта, завоевав серебро на 100-метровке. Я думаю, это для начала заслуга тренера. То есть он нас тренировал. У нас были очень интенсивные тренировки. Последние полгода мы готовились к этим стартам. Это был первый международный старт для меня. И я очень довольна своим результатом. Я очень довольна именно организацией соревнований. Все прошло вообще на высшем уровне. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Ежегодно тысячи студентов Казанского федерального университета заканчивают свое обучение и получают дипломы. О самом трогательном моменте в жизни студентов расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет – один из крупнейших учебных заведений России. В нем обучается больше 40 тысяч студентов. Ежегодно быть зачисленным в Казанский университет хотят десятки тысяч абитуриентов. Еще столько же становятся специалистами и получают диплом. И пока диплом еще не получен, но последняя сессия уже сдана, наступает время прощания с университетом. Эти пять лет учебы, они были невероятными, я могу сказать. Еще добавляю то, что я была старостой группы, это все постоянно. Всякие какие-то кипиши, всякие интересные мероприятия. Учеба опять-таки, собрать всю группу, собрать, я не знаю, договориться с преподавателями. Университет для студентов – это второй дом, где одногруппники становятся тебе настоящими друзьями. И ведь не зря, вспоминая студенческие годы, говорят про лучшее время. Я желаю всем, чтобы брали от студенчества абсолютно все, прям выжимали до каждой капли. Брали все, вытаскивали оттуда вот все, что возможно. Все моменты, все эмоции, плохие, хорошие, просто все факты, которые могут быть, нужно вытаскивать оттуда. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. До новых встреч!